Это Infiniti FX 52 поколения. Автомобиль 2008 года в третьих руках. На автомобиле пробег 230 тысяч километров. Вот сегодня мы его детально посмотрим. Плюс ко всему, как вы смеете заметить, автомобиль в уникальном обвесе. Кто-то скажет вау, кто-то скажет фу, друзья. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем прямо сейчас, но сперва маленькая, но коротенькая и полезная реклама. Когда едешь за рулем любого автомобиля, очень важно все держать под контролем. Температура двигателя, обороты, скорость, общая ситуация на дороге. Все должно быть под контролем из точки А в точку Б. И каждый раз, когда я нахожусь за рулем своего автомобиля, я ловлю себя на мысли, что управление автомобилем схоже с ведением собственного бизнеса. Место, куда вы едете, это ваша финансовая цель, а двигатель бизнеса это маркетинг. Как в двигателе есть множество важных деталей. Объем, поршни, турбина, так и в маркетинге. Сайт, блоги, социальные сети, дизайн. И только работая вместе, они могут дать энергию и привести вас в желаемую точку. И прямо сейчас я бы мог порекомендовать вам хорошего моториста, но нет. А порекомендовать я вам хочу команду интернет-агентства TechSterra. Они работают с 2007 года и занимаются комплексным продвижением компаний и проектов в интернете. Это и SEO-оптимизация, продвижение в социальных сетях, дизайн, создание сайтов и приложений, ведение блогов, видеомаркетинг и многое другое. Для каждого клиента они создают проектную группу, которая работает как команда автомехаников на Формуле 1. Они продиагностируют ваш бизнес, определяют точки роста, сформируют стратегию продвижения и приведут вас к финишу первыми. В бизнесе, как на немецком автобане, нет ограничений скорости. Если вы хотите улучшать свои позиции, добиваться новых целей, TechSterra, агентство комплексного интернет-маркетинга, ждет вас по ссылочке в описании. Досмотрев тест-драйв до конца, обязательно переходите и изучайте весь спектр предоставляемых услуг. В нашем случае Infiniti FX50, что говорит нам о том, что это заряженная версия с 5-литровым мотором. V8 5 литров, атмосферный мотор. Автомобиль выпускался с 2008 по 2011 год, после чего был рестайлинг. И пошла версия, которая выпускалась с 2011 по 2013 год. Далее поменялся индекс, автомобили стали QX70. В автомобиле стоит 7-ступенчатая автоматическая коробка передачи. Здесь у нас, естественно, идет полный привод. Но на полном приводе мы остановимся прямо сейчас, потому что он здесь посредственно. Он здесь сделан исключительно для того, чтобы ты мог уверенно стартануть с места. Раз, два, три. Опа-на! Слушай, ее прям морду поднимает. 80, 100. Ну в 6 секунд она точно едет. То есть, если 6-ти она полюбаса выйдет, 140. Если ты зимой заедешь во двор, куда-то начнешь копаться в снегу, в принципе, он очень быстро может перегреться. У тебя получится работать только задняя ось. Просто выехать из двора, вопросов ноль. Стартануть с места. 5,8 секунд заявленный разгон. Если запрыгнуть на вторичку и посмотреть, сколько же стоит эта машина. Ценник вы увидите от 850 тысяч рублей. В среднем цена автомобиля 1 миллион 200 тысяч рублей. Но, понятное дело, без этого уникального оригинального обвеса. Хотя, по нашей стране, с таким же обвесом машины катаются. И я вижу, что вы сидите и хотите задать вопрос. Да нафига он нужен? Особенно, подчеркиваю, за установку и сам обвес. Человек отдал 500 тысяч рублей практически. Это 40% от цены автомобиля. Он ее купил за 1 миллион 100 тысяч рублей. Я задаю ему прямой вопрос. Говорю, ну ответь людям, зачем ты его купил? Хочется. Мне понравилась машина. Мне нравится, как он выглядит. Я ее купил, я кайфую, я выхожу, смотрю на машину, получаю от нее удовольствие. Поэтому, друзья, все те, кто говорят, о, не то, поймите правильно, он потратил не наши с вами деньги. Ни в коем случае не берусь его защищать. Ваше мнение вы можете высказать в комментарии касаемо обвеса. Но подчеркну одно, что вживую реально смотрится совсем по-другому. Когда я фотки рисовал, тоже, ну, знаешь, ну, как-то так. Ну, когда ты стоишь, вот так вот подходишь, думаешь, такая морда здоровая. Опять же, здесь по передней части идет подсветка красная. Можно включить, в вечернее время ты подъедешь, ну, просто, ну, реально понты, парни. Ну, какой зато интересный автомобиль получается. То есть, поставить рядом обычный, кто-то скажет, ааа, обычный, лучше. В общем, на любителя, на ценителя, на вкус и цвет. У нас стоят 21-е колеса. Смотрите, на автомобилях, на этих 5-литровых, идет подвеска везде спортивная. Так как, ко всему прочему, задние колеса у нас еще и подруливают. На небольшой скорости это примерно 3 градуса, на большой скорости это будет чуть больше. Ну, в общем, владелец, кто катается на этой машине, отмечает, что это действительно все работает. Человек наваливает на тачке по 250 километров. Машина стоит как приклеена. Мы же, разгоняясь с ним за рулем, я понимаю то, что, ну, действительно, тачка просто зверь. Здесь удален катализатор, здесь сделан управляемый выхлоп. То есть, нажимаем на кнопочку, открываются заслонки. Прогазуй, пожалуйста. На автомобиле изначально с завода идут тормозные системы спортивной Акибона. Что некоторые говорят, типа, вау, классно. Но те, кто на них действительно ездит на все V8, на все 400 сил, говорят одно то, что 10 тысяч км и будет добро заменить тормозные диски вместе с колодками, само собой. Поэтому человек их поменял и поставил себе комплект тормозов с Mercedes-AMG. Собственно, после чего стал дико доволен, потому что машина стала тормозить лучше. В Ferrari написано, друзья, это все фитиш, поэтому не обращайте на это внимания. 21 колеса в целом, когда ты передвигаешься по ровной дороге, вопросов нет. Но когда ты выезжаешь на колейную дорогу, машинку нужно ловить. То есть, так вот чувствуется, что машина серьезная, нужно ее управлять. Когда вы передвигаетесь на этом автомобиле, на него смотрят все. Вот мы сейчас передвигаемся даже по лесу, тем не менее. Туристы, люди более старшего поколения, все смотрят, такие, о, ничего себе, какая это машина. Но, с точки зрения ездовых характеристик, вот мы сейчас с вами едем по серпантинчику. Хорошая дорога, ровненькая, без колеи. Тачка, ну, реально очень хорошо стоит на дороге. Но при этом то, что это спортивная тачка, очень хорошо чувствуется. Любые неровности, ну, машина жесткая. То есть, действительно, дает тебе понять то, что на ней нужно ехать по хорошей дороге, просто-напросто наваливать. Только ты притапливаешь педаль в пол, даже не переходя в режим спорт. Она уже прям говорит, что, поехали, бух, поперло. Внешний вид у машины, ну, реально агрессивный, друзья. Вот для молодого парня, ты когда выйдешь на ней, просто как дашь на все деньги, особенно включишь выхлоп. Мы вот сейчас специально отключили, чтобы не было гула, не было шума. Какие минусы у этого автомобиля, которые известны всем, с чем вы можете столкнуться? Ну, в первую очередь, я отмечу это лично, ступичные подшипники. Если вы залезете читать отзывы за автомобиль, вот люди пишут, плюсы, хорошо рулится, уютная машина, надежная машина. Из ремонта чаще всего встречается, в первую очередь, ступичный подшипник. Кто-то скажет, да блин, да это нормально, раз в 100 тысяч поменять. Я просто приведу такой пример. Смотрите, на Ниссанах и на Инфинити, вот однозначно, раз в 100 тысяч вы будете их менять. На других автомобилях, на Мазде, на Тойоте, вот я отъездил на Мазде 160 тысяч, на Тойоте там по 200 тысяч пробег. Не менялись ступичные подшипники. Я это отмечаю как факт. Цена вопроса плевая, там порядка 7 тысяч рублей, плюс замена 2 тысяч. Короче, в десяточку вы вложитесь, 100 тысяч вы отбегаете. Раз. Рулевая рейка, за этим здесь обязательно нужно следить. Каждые 30-40 тысяч лучше менять жидкость. Именно на основании этого, если вы не будете менять, она теряет свойства, потом она начинает потеть. Ремонт рейки стоит примерно 15-20 тысяч рублей. Замена рулевой рейки полностью в сборе оригинальной 120 тысяч рублей. Поэтому лучше за этим следить, согласитесь. Идем дальше. Самое интересное, самое дорогое, конечно же, кроется под крышечкой капота. Вот этот атмосферный мотор, это, конечно, отдельная история. У нас стоит V8, 400 сил, 500 крутящего момента. Работает в паре с автоматической коробкой передач. Я вам скажу так, что вот этот конкретно мотор, он, по сути, с одной стороны для компании Infinity уникален, в том плане, что вы его можете встретить только на этих Infinity. Infinity, почитав просто в целом историю, найти автомобили, на которые он еще стоялся, ну, как минимум для России, я не нашел. QX80 совсем другой мотор. Вот здесь, соответственно, V8 в целом надежный мотор, но у него есть проблемы с масляным голоданием. В частности, вот этот мотор был после ремонта. Человек, который купил, уже его ремонтировал. Произошло это так, не следил за маслом. Поехал, провернуло вкладыши, ремонт встал ему, смотрите, по запчастям 260 тысяч рублей. Он за него отдал, но ремонтировал он все сам, до этого мы дойдем, я объясню почему. Факт в том, что если бы он обращался куда-то на стороне, ну, порядка там 100-150 тысяч, опять же, где, как найдете. Но в целом мотор можно считать надежным, если за ним следить. Вот, знаете, иногда говорят, типа, следите за маслом, меняйте чаще масло. Ну, вот теперь он, вот у него даже перчаточка здесь лежит, потому что прежде, чем куда-то поехать, сначала проверяет уровень масла. Раз. Расход топлива. На официальном сайте, в официальных бюллетенях вы можете видеть цифру о том, что в смешанном, а, нет, на трассе там что-то 9,8. В реале, в смешанном цикле по городу, где нет особо пробок, 15-17 литров он жрет. Где 15, это прям вау, а так литров 17. Если на нем наваливать, то, ну, плюс 25 и пошел выше, опять же, смотря, как наваливать. Интересная особенность. Владелец любит погонять, и когда он едет на большой скорости, на длительное расстояние, то есть он лупит, 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 шестая передача, чтобы не перегреться, не сломалась коробка, она вылетает в нейтраль. То есть ты можешь ехать, и тебе бам, нафиг, в нейтраль. Поэтому здесь нужно за этим следить. Сделано для того, чтобы сохранить коробку. Обращайте на это внимание, но с этим вы столкнетесь только на экстремально больших скоростях. Он это делал на автобане в Германии. Обратите внимание, что 8-цилиндровый мотор, замена 7-й и 8-й свечи здесь делается очень геморренно. Соответственно, многие дилеры, многие автосервисы, к которым приезжают люди, говорят, надо менять свечи, они что делают? Они меняют 6 свечей, но 7-му и 8-му не трогают. Но говорят, что все сделали, окей. За этим нужно обязательно следить, проверять. Если этого не делать, там в процессе может начинаться потом детонация, что будет приводить, опять же, к неисправности мотора. Вот здесь это особенность, за которой тоже нужно следить. В8 400 сил, это говорит о том, что ты просто входишь в поток и пошел, пошел, пошел. Скорость набирает так, что ты, в принципе, не ощущаешь, как после 80-100 км. Но машина действительно очень уверенно себя ведет. Вот если выходить на обгоны, парни, но здесь запаса мощности, это как раз для всех тех, кто говорит, вот, блин, а если я на трассе буду обгонять? Вот, ты вышел, встал, поворотничек, включил. Все делаем с головой, не переживайте. Все, обошел. И подчеркиваю, 21 колеса, машина очень хорошо стоит на дороге. То есть управлять ей, подчеркну, нужно поймать машину, привыкнуть к ней, все-таки тачка серьезная. Вот тебе нужно сесть за руль, пойми правильно. Так ты по видео не поймешь. Нужно сесть, прокатиться, тогда ты вкуришь, что это за зверь. Здесь коробка идет с усиленным пакетом фрикционов. Соответственно, не такой же автомат, как на Infinity, например, FX-37, где на 333 силы. То есть коробка усилена, но в целом с этим крутящим моментом она справляется. Опять же, не забывайте, что здесь нужно менять масло. Вот в том случае, что здесь, конечно, лучше менять полностью. Но, ко всему нужно подходить с головой, потому что, если вы купите автомобиль, допустим, с пробегом 200 тысяч, и на нем никто никогда не менял масло. Но имейте в виду, что если его поменять полностью, конечно, коробка может затупить, сломаться. Всякое бывает, об этом вам скажет любой нормальный мастер. Как вы знаете, если покупать немецкую машину, например, какой-нибудь BMW, там можно проверить пробег. Там гораздо больше возможностей для этого. Там бывает по 8 блоков, с которых можно считать пробег. Здесь же на японцах все гораздо проще. С коробки ты ни хрена ничего не считаешь, с мотора ты никак ничего не считаешь, как бы ты ни подключался. Но есть особенность, в общем, если соблюсти ряд комбинаций, через навигацию реально можно увидеть пробег. Человек это делал, и он соответствовал заявленному. Поэтому при подходе на авторичке будете смотреть машину, обращайте на это внимание. Проверить, в принципе, пробег можно, но в целом, опять же, нужно отталкиваться от общего его состояния. Надо обязательно здесь следить за радиаторами. На коробку некоторые устанавливают дополнительный радиатор охлаждения, потому что все-таки будете гонять, лупить. На этой машине по-другому ездить невозможно. Все те, кто их покупает, они их покупают для того, чтобы получать эмоции. Вот зайдите просто, почитайте отзывы. Каждый практически человек отмечает, классно едет, классно едет. Едем в соточку, 2000 оборотов. Ну, поперли. Опа-на! Слушай, ну разгоняется она очень уверенно. Конечно, если сравнивать ее с какими-нибудь современными немцами, типа там Ауди А6, ну совсем другая история. Не так машина едет, но это атмосфера, друзья. Это машина на любителей. Это для тех, кто говорит, да нахрен мне твои какие-то турбинки. Есть такие люди. Вот сейчас мы едем 160, ну реально хорошо стоит на дороге. То есть, конечно, не нужно отпускать руль, за машиной нужно следить. Со 160 газков пол, подхват отличный. То есть, разгон у машины, ну действительно бешеный. Машина тянет на любой скорости. 100, 120, там 200. Она поедет. Максимальная скорость у этого автомобиля 275 км человеку разгонял. Но на ней уже, конечно же, будет страшно. Но в целом поймите правильно. Все зависит от того, кто находится за рулем. Подчеркну, что 5 литров, 400 сил, 500 крутящего момента, при этом машина разгоняется по паспорту 5,8 секунд. Вы скажете, блин, ну это же мало. Да, но опять же, автомобиль 2008 года. На тот момент, там, 12 лет назад, опять же, пока он был сделан, там, по сути, машина, там, года 2005, это было достойно. Можно его доработать, можно его усилить. То есть, ну вы поедете, там, в секунд 5. Но здесь сам факт того, что на любителя, друзья. Опять же, мы говорим об автомобиле с точки зрения авторички. Когда вы звоните, вам говорят, да, 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 все в идеале, красивые фотки. Вот это в первую очередь должно насторожить. Как правило, приезжаешь и вживую картина совсем другая. Вы скажете, нахрен она нужна, здесь транспортный налог. Транспортный налог на этот автомобиль 60 тысяч рублей. Но, если начать высчитывать, вот смотрите, допустим, мы покупаем его за миллион 200. Раз, купили. 1100-150 вы вложили в тачку, поменяли все жидкости, все резиночки, фильтра, масла, сделали химчистку, полировку автомобиля. То есть, для вас это все свежая машина. Вы, получается, сложились в миллион 350. На 2-3 года покататься, ну вот 180 тысяч рублей вы отдадите за транспортный налог, но зато вы будете передвигаться с кайфом. Это тачка имиджевая, вы поймите. Те, кто ездят там на Крете, на Кашкай с передним приводом, они эту машину не поймут, она им не нужна. Они ее просто побоятся. Ты что, тут одного расхода только 20 литров сразу скажут? Да ты что? Обожрет. Соответственно, посмотрите повнимательнее. Если вдруг, нужно попроще вариант, 3 литра дизель, если не ошибаюсь, 238 сил, но они более свежие, они будут QX70, там ценник будет за живой экземпляр 2-2,5 миллиона рублей. То есть, 238 сил. Поэтому думайте, но в целом, вот, в подкапотном пространстве все, что вам нужно знать, вот основные моменты по мотору, зачем следить с коробкой, в целом, пожаловаться на что-то здесь нельзя. По состоянию лак красочного покрытия, ну, тачка, она полностью ухоженная, то есть, сейчас к ней прийти, посмотреть, такое ощущение, как будто машина не 2008 года, а года там 2015-2017. Ну, реально, она вся живая, цвет перламутр, очень круто смотрится. По тюнингу, друзья, всех приглашаю в комментарии, высказывайте ваше мнение, ну, подчеркиваю, вживую все это смотрится очень круто. Машину мы получаем, естественно, с круговым обзором. Передняя и задняя подвеска независимая, многорычажная. На 5-литровых тачках идет задняя подруливающая рейка, за которой тоже нужно следить, потому что со временем моторчик, он окисляется, и, соответственно, он может выйти из строя, у вас вылетит ошибка, но бояться ее не стоит, то есть, все, что нужно, это будет заменить моторчик. И также здесь идет усиленный задний редуктор. То есть, с точки зрения паркетника, вот так вот для молодого парня, там, может быть, для девчонки, ну, для девчонки 5 литров здесь нахрен не нужно, хотя у человека на этой тачке ездит жена, но, как бы, он на ней лупит. Она ездит, соответственно, спокойно, у нее там и расход поменьше. В целом, машина комфортная, присесть за руль вполне достойно. На что жалуются с точки зрения семейные люди, да, когда садишься назад, здесь меньше места. То есть, скошенный кузов такой, это, как бы, получается, спортивный паркетничек, ты присядешь, возможно, тебе здесь будет неудобно. Но для переднего пассажира, там, для водителя места будет более чем достаточно, по городу передвигаться нормально. Багажник у нас там порядка 400 литров, если быть точно, там, что-то 375. Но все самое необходимое вы сюда без проблем положите. Прежде чем открыть, ну, ты посмотри, а, за оптику плюс 58 тысяч, потому что обычно она идет, ну, в штатной версии красной, здесь она у нас беленькая. То есть, это для любителей. В целом, смотрится машина интересно. Понимаешь, ты выделишься в потоке, сел, прокатился с ветерком. Ну, круто. Кому не нравится, ребят, без проблем. Есть финики, там, и более простые версии, обычные. Ничего там в них не будет, поэтому вопросов не задавайте. Багажник, вот, все есть, все самое необходимое. Запасное колесо лежит, кстати, на версии FX35-37 ставят газ. Вот у меня знакомый купил машину за миллион сто с пробегом 146 тысяч. Подчеркиваю то, что честный пробег. 60 тысяч рублей отдал, поставили газобаллонное оборудование. Почему? В месяц проезжает 5 тысяч км. Очень много ездит по работе. Поэтому на газу экономят очень много. За маслом надо следить, моторы могут поджирать, поэтому у нас здесь уже все стоит. А по остальному здесь добавить больше нечего. Комплектация богатая, но крышка закрывается руками. Нет у нас доводчика. Многие скажут, ну что это такое, все это старушище. Друзья, на сегодняшний день заменить вот интерьер, элементы интерьера салона, это не проблема. Можно голову поменять от рестайлинга, но она все равно тоже будет старая. Можно поставить там а-ля Тесла, то есть здоровая мультимедиа будет идти, на которую также будет выведено все. Климат, управление вы будете украть. Если сюда накинуть какую-нибудь турбинку, ну это получится какая-нибудь BMW M-ка. Она будет ехать секунды 3 до сотки, особенно с полным приводом, ну полюбасу будет срываться. Поэтому тачка на любителя, однозначно. То есть здесь поймите правильно, надо прокатиться, почувствовать самому. Из минусов могу отметить следующее. В силу того, что колеса здоровые, руль надо держать двумя руками, следить за тачкой и шум все равно есть. А тарак идет, то есть хотелось бы сделать полную шумоизоляцию, потому что я катаюсь на 18-х колесику, все равно привыкаешь. То есть знаешь, едешь вот те же самые 100-110. В машине потише, но опять же седан, паркетник сравнивать не стоит. В целом, больше сказать нечего. По состоянию автомобиля вы можете, сами смотрите, 230 тысяч, то есть затирается только руль. Как бы в целом, ну для такого пробега ничего страшного нету. Ну опять же, болезнь стандартная для Ниссанов, то что прогибается здесь подушка, если посмотреть, ну там кожа потрескалась. В остальном все работает. Понятное дело, если вы сейчас посмотрите, по-своему скажете, блин, ну староват, да кто вам мешает, пожалуйста, купите новый автомобиль там 18-го, 19-го, 20-го года. Совсем другая цена будет. Здесь ты сядешь, у тебя будет все самое необходимое, даже больше. Спортивная подвеска, климат-контроль, вентиляция сидений, все есть, но нет, например, допустим, подогрева руля. То есть такие вещи как бы плюс-минус. Итак, друзья, вторичка, это, конечно же, кот в мешке. Многие из вас, посмотрю на нее, боятся покупать автомобили, боятся покупать премиальные автомобили с мощными моторами. Ведь а сколько будет стоить содержание, а где ее обслуживать? В описании к этому видеоролику я оставлю ссылочку на сервис у человека, кто владеет этим автомобилем. Свой сервис, он занимается, все делает сам. Руки у человека, ну реально прямые, все он вам сделает в лучшем виде. То есть, если вы вдруг захотите присмотреться к японцам, в частности к Infinity, он вам без проблем поможет подобрать, обслужить, отремонтировать автомобиль. И все, что нужно сделать, естественно, за денежки, но со скидкой, в общем, здесь договоритесь. Поэтому переходите по ссылочке в описании, знакомьтесь, если вдруг вам нужны будут услуги, обращайтесь. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментариях. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok